На войне разворачиваются настоящие драмы, но это также период, когда нации объединяются в одном желании выжить и победить. Это время влияет на все аспекты жизни, от обычных вещей до языка, отражающего сущность событий. В войне появляются новые изречения и неологизмы, становящиеся символами национального самосознания. Эти выражения могут быть патриотическими или пренебрежительными и насмешливыми по отношению к враждебной армии или рядовым россиянам, критиковать власть страны-агрессора или выражать разнообразные реакции на актуальные события. Представляем вам топ-фраз, которые возникли или приобрели особое применение за последние 10 лет российско-украинской войны. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. Поддерживайте автора на Patreon и BuyMeCoffee, но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, с начала Российско-Украинской войны, а началась она 20 февраля 2014 года с оккупации украинского Крыма, в лексикон огромного количества украинцев вернулось национально-патриотическое приветствие «Слава Украине», которое было распространено еще со времен национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов, а возникло еще в XIX веке. Но ответ на это приветствие был тогда другим. Когда слышали «Слава Украине», отвечали «По всей земле слава». С 2018 года это приветствие стало официальным военным приветствием в вооруженных силах Украины и национальной полиции. Визитка Яроша Интернет-мем, возникший 20 апреля 2014 года, как высмеивание пропаганды российских СМИ и сепаратистов, которые в качестве доказательства причастности правого сектора к перестрелке в Славянске предоставляли визитку, найденную, как предполагалось, вдотла сгоревшем автомобиле. Позже визитка Яроша фигурировала во многих случаях, когда российской пропаганде нужно было обвинить правый сектор в чем угодно. Сепары Жители Украины, поддерживающие отделения восточных и южных областей страны. В частности, сепарами называли жителей Луганской и Донецкой области, активно поддерживавших действия так называемых ополченцев и российских террористических группировок в зоне АТО. Но с началом полномасштабной войны 2022 года украинцы называют противника исключительно пи***ы. Поэтому это слово бесспорно также входит в топ-слов этой войны. Укропы Сначала пренебрежительное название украинцев и сторонников единства Украины. Использовалось пророссийскими сепаратистами и московской пропагандой. Но очень быстро укропами стали охотно называть себя патриоты Украины. И это слово приобрело положительную коннотацию. Также появилась партия с одноименным названием. Ватники Русские, украинцы или люди любых национальностей, активно поддерживающие идею русского мира и величие советского прошлого. Название произошло от теплой спецодежды советских зэков и рабочих, телогреек или ватников, стеганых ватных курток. Совокупность ватников называют ватой. Жидобандеровцы Граждане Украины с развитым чувством юмора и не обязательно еврейскими корнями, которые поддержали Евромайдан и украинских националистов, наследников идей Степана Бандеры. Однако это мем, возникший еще в 2006 году в украинской благосфере, как пародирование стиля высказываний российских шовинистов-украинофобов. Путин х**ло Кричалка о президенте России, которую придумали и впервые исполнили болельщики футбольного клуба «Металист» в Харькове 30 марта 2014 года на совместном марше с фанатами «Шахтера». Эта фраза широко распространилась и используется по сей день. Не все так однозначно. Фраза высмеивания россиян, которые отказываются признать Россию агрессором, а Украину независимой страной, на которую напали. Еще одна вариация фразы «Всю правду мы не знаем». «Доброго вечера, мы из Украины». Фраза стала популярной благодаря одноименному музыкальному треку электронного дуэта про бас энд Харди, релиз которого состоялся еще в 2014 году. Слова, из которых сделали сэмпл, озвучил участник украинской группы Даха Браха Марко Голаневич. Данбили Бамбас Мем-оговорка на основе российского пропагандистского клише. «А где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс?» Этой фразой россияне переносят на украинцев ответственность за войну и ее причину. Это пример повторяющейся и вирусной чепухи, возникающей, когда люди, в данном случае в РФ, постоянно находятся под влиянием пропаганды. «Русский военный корабль, иди, н***уй!» Это ответ украинского военнослужащего Романа Грибова с «Острова Змеиной», который во время российского вторжения получил российский военный корабль на предложение украинским защитникам сложить оружие и сдаться. «Отрицательное всплытие» Это мем, берущий начало с высмеивания привычки русских сглаживать углы. К примеру, отрицательный рост экономики. Так вот, когда русский военный корабль дошел таки на «пы», то украинцы назвали это явление «отрицательным всплытием». «Скажи, Поляныця» В украинских городах в начале полномасштабной войны это стало своеобразным паролем, помогающим выявлять российские диверсионно-разведывательные группы. «Тракторные войска» Феномен, так сказать, волонтерской помощи украинских аграриев силам обороны. Фермеры, используя прежде всего свои трактора, помогали трофеить поврежденную или брошенную технику российских оккупантов. «Бавовна» Мем, возникший и массово распространившийся во время полномасштабного российского вторжения в Украину. «Бавовна» и в Украине называют взрывы на временно оккупированной территории Украины и на территории Российской Федерации. Такие взрывы в российских СМИ называют нейтрально «хлопок». Украинцы троллят россиян, скаламбурив «хлопок» в «хлопок», то есть на украинском «в бавовну». Руси не пи***а. Военный волонтер и руководитель фонда «Поварнысь живым» Тарас Чмут в подкасте «Поплава» о текущей ситуации на фронте традиционно и компетентно суммируют судьбу российских оккупантов именно этой пошедшей в народ фразой. «Вова, еб***ь их, б***ь!» Слова из обращения президента футбольного клуба «Ингулец» Поворознюка к президенту Украины стали вирусными в соцсетях и легли в основу одноименного музыкального трека. 2-3 недели, максимум месяц Мем, который украинцы взяли из высказывания Алексея Арестовича о том, когда закончатся боевые действия, либо ракеты у россиян, либо живая сила и тому подобное. В первые несколько месяцев войны, когда украинцы не понимали, чего ждать от хода событий на поле боя и боялись худшего сценария, Арестович своими выступлениями, брифингами и интервью успокаивал граждан. Речь не о значении слов, а о тембре голоса, интонации и громкости, которые психологически влияли на восприятие и в то же время создавали впечатление о хорошей новости. Даже если разговор шел о чем-то плохом. Так что советник президента, а позже к нему присоединился Виталий Ким, стал личным успокоительным для каждого гражданина Украины. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Фраза самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, которой он оправдывал вторжение России в Украину, быстро стала смешным интернет-мемом. Концерт Кобзона. Так украинцы называют место, куда попадают ликвидированные российские захватчики. На концерт покойного певца Российской Федерации и сторонника российской агрессии Иосифа Кобзона. Фраза появилась после убийства 31 августа 2018 года предводителя ДНР Александра Захарченко, состоявшегося на следующий день после смерти Кобзона. Употребляется в качестве констатации уничтожения врагов или пожелания им поскорее отправиться на этот концерт и устроить там аншлаг. А что с лицом? Вариантами этой фразы, как, например, «А что случилось?» Украинцы насмехаются над россиянами, когда те возмущаются поступками своей власти, сетуют о последствиях санкций, паникуют после поражения их стратегических объектов, ноют о военных потерях. Иногда украинцы еще добавляют, «А мы можем чем-то помочь из Украины?» Один народ – мыши-братья Так украинцы насмехаются над имперскими амбициями русских и их исконной попыткой свести всех под единым знаменателем российской идентичности. Киев за три дня Эта фраза символизирует слишком амбициозные планы российских оккупантов захватить столицу. У украинцев это синоним неадекватной оценки ситуации и краха грандиозных планов. Жест доброй воли 30 июня 2022 года украинские военные разгромили российских оккупантов на острове Змеиной и освободили его от захватчиков. В Минобороны России побег россиян назвали выводом войск в качестве жеста доброй воли. Теперь события российско-украинской войны разного масштаба, вплоть до ликвидации одного отдельного российского оккупанта или единицы техники, украинцы называют жестом доброй воли уничтоженных. Хорошие русские Один из инструментов российской мягкой силы. Якобы есть не такие россияне, которые не поддерживают войну в Украине и достойны уважения украинцев. Но украинцы убеждены, что действительно хорошие русские – те, кто делает что-то для того, чтобы приблизить крах своего тирана. Поэтому такими в основном называют «груз-200». Потерь нет Изречение, которое использовали едва ли не все представители Минобороны России в первые месяцы полномасштабной войны, до последнего, не признавая беспрецедентных потерь личного состава своей армии. Боже, яко конченое! В 2020 году блогерша НАТО Доминская выложила в TikTok ролик со своей бабушкой, которая комментировала «Танец парня за окном». Впоследствии блогер Алексей Дурнев так назвал свой телеграм-канал, где высмеивает реакцию россиян на войну. Чернобаевка Населенный пункт численностью в 11 тысяч жителей стал символом саморазрушения и бесконечной гибели российских захватчиков, цикличности серий знаменитой Чернобаевки. Чернобаевка получила сакральный смысл в лексике современной военной тематики. Я в калидоре Большинство украинцев переживают воздушные тревоги в коридорах. Кротко-ироническое «калидор» появилось, очевидно, как фонетически более удобный для произношения вариант, а некоторые так говорили еще в детстве. Все будет Украина Эта фраза появилась так давно, что уже никто точно и не вспомнит, когда, как именно и кто ее впервые сказал. Но сейчас она один из символов веры в украинскую победу. Во время полномасштабной войны украинцы не только понимают друг друга с полуслова, но и пользуются рядом метких фраз для обозначения целого спектра эмоций и обстоятельств разных событий. Сформулированные случайно, лихорадочно сказанные кем-то или сознательно написанные, эти фразы свидетельствуют о вере украинцев в победу, ненависти к оккупантам и заботе о своих. Как видим, сила украинской нации отражается и в ее языке. Украинцы, как никто, могут наволонтерить все, то есть найти что-то нужное, даже из-под земли достать. Что уж говорить, что за свою страну они отукраинят, то есть дадут жесткий ответ на неоправданные действия, а также отбандерят врагов, то есть уничтожат. Что важно, еще немного, и эти слова станут привычными и перейдут в пассивный словарь украинцев. Впрочем, еще важнее, чтобы как можно быстрее в украинском лексиконе появились новые слова, фразы или мемы, связанные с безоговорочной и окончательной победой Украины. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. И обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Слава Украине!